Добрый день! Меня зовут Силатко Фёдор, я руководитель управления «Всё для хлеба» компании «Грайн Русс». Наша компания производит солод во всем его многообразии. Это как и всем известный ржаной ферментированный и не ферментированный солод, так и специальные солода, такие как овсяный, гречишный, пшеничный, ячменный, жирный солод. В последнее время от наших покупателей нам стали поступать запросы на новинки хлебобулочных и кондитерских изделий. И мы решили создать сборник рецептур к нашим продуктам. Специально для этого мы обратились в компанию CSM Ingredients для разработки рецептуры. Сегодня вместе со мной Елена Рычик, коммерческий директор CSM Ingredients Russia. Здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры. CSM Ingredients является международным лидером хлебопекарной и кондитерской промышленности, предлагая широчайший ассортимент продуктов в отрасли. Мы благодарим компанию «Грайн Русс» за возможность тестирования новых солодов для хлебопечения, гречишного и овсяного, в разработке рецептур с использованием в том числе и классических видов солодов. CSM Ingredients нас объединяет в стремлении к успеху, подогреваемое страстью к ингредиентам и решениям для бизнеса, которые ведут к росту и успеху наших клиентов и партнеров. Итак, мы начинаем нашу дегустацию. Сергей, прошу вам слово. Меня зовут Гришкин Сергей. Я являюсь технологом и иностратором компании CSM Ingredients. И сегодня у меня задача провести небольшую дегустацию с оценкой качества нашей продукции на основе солодов компании «Грайн Русс» для выявления вкусовых качеств и возможности развития данного направления. Первое, хочу отметить, что с данными солодами было очень интересно работать, потому что этот продукт для нашего рынка хребетчиня достаточно необычен. Второе, что мне понравилось, это то, что мы имели возможность воплощать любые идеи, которые нам приходили в голову. Ну и третье, лично для меня, я считаю, что это хороший шаг вперед как для всей отрасли, так и для наших компаний в плане развития сотрудничества и развития новых технологий. С чего мы начнем? Мы начнем с самого распространенного солода. Это ржаной ферментированный солод. Он хорошо известен на нашем рынке, так как львиная доля всех заварных хлебов делается именно на нем. Для примера я сейчас вам предлагаю попробовать два вида именно на заварном ржаном ферментированном солоде. Это хлеб с северным с изюмом и это хлеб немецкий. Чем эти хлеба интересны? Это прежде всего именно ржанопшеничная хлеба, то есть количество ржаной муки здесь больше, чем пшеничный. И вместе с заваренным солодом это придает нам красивый цвет как мякиша, так и корочки, приятный сладковатый вкус, аромат хлеба и продлевает срок годности и мягкости данной продукции. То есть мы можем говорить, что такой хлеб возможно продавать в магазинах со сроком годности больше 72 часов. Начнем дегустацию. Берем хлеб с северным с изюмом и теперь мы его режем. Делаем несколько кусочков. Прошу. При дегустации мы обращаем внимание на ароматику, структуру мякиша. Какой должен быть мякиш? У данной продукции мякиш должен быть плотный, с большими крупными порами, чуть-чуть залипающий. То, что мы здесь собственно и видим. Да, тем самым мы получаем классический заварной хлеб, про который часто люди говорят, когда вспоминают хлеб из нашего общего прошлого. Что хочется сразу отметить, это ярко выраженная ароматику ржаного хлеба. Легкая кислинка, присущая любому настоящему ржаному хлебу, тут тоже в наличии. Ну и, выражаясь простым языком, вкусно. Криандр с изюмом, идеальное сочетание для любого хлеба, как ржаного, так и пшеничного. Да, сладковатый вкус с кислинкой, это интересно. Более того, хочу отметить, что такой хлеб хорошо пойдет и как десерт, и как хлеб-гарнир для каких-то острых или обычных русских блюд. Идеально подходит к салу, к борщу, к окрошке. Почему нет? Все можно попробовать, все очень вкусно. Следующий хлеб, это у нас немецкий. Данная продукция была сделана как вариация на тему классических немецких зерновых хлебов, конкретно пуперникель. Чем этот хлеб интересен? В нем количество семян, а здесь у нас внутри семена льна, подсолнечника и тыквы, составляет 50% от общей массы всего изделия. То есть он прям насыщен зерном, он пахнет семечками. Даже сказал бы такой прям запах душистого, такого крестьянского масла растительного, что придает ему очень приятный вкус, аромат и сверху красивая текстура. Делаем нарезы. Прошу. Сергей, для чего мы в этот хлеб вносим солод? Он в стандартной рецептуре присутствует или это ноу-хау? Безусловно, потому что в классическом немецком хлебе необходимо наличие солода, то есть он должен быть почти черный, чтобы у нас вкус и аромат ржаной муки сочетался со вкусом и ароматом ржаного ферментированного солода и со вкусом и ароматом семян. То есть это хлеб, по сути, прям настоящее целиковое блюдо, которое не требует к себе никакого дополнения. То есть его можно есть фактически как есть, то есть обычный, сытный продукт. В данной категории суперфуд. Да. И хочу отметить тоже, это здоровое питание, потому что здесь мы имеем минимум каких-то ингредиентов. Здесь наличствует закваска, мука, чуть-чуть дрожжей и большое количество семян. Очень полезно для нашего кишечника, да и вообще для здоровья. Да. Замечательный хлеб и ароматика ржаного хлеба сохраняется, она сочетается вот с семенами, которые здесь по рецептурии достаточно много. Так, дальнейшая у нас продукция из двух солодов. Это у нас хлеб на основе опары на ржаной неферментированном солоде, с добавлением небольшого количества заварки на ржаном ферментированном. Для чего здесь у нас неферментированный солод, он нам дает возможность быстро созреть наши опари, набрать кислотность, запах и аромат хорошего созревшего хлеба. И солод ферментированный нам дает цвет и тоже приятную текстуру и аромат. Прошу. Да, сразу отмечается пористость этого хлеба, текстура. Так называемый рустикальный хлеб, деревенский. Да, то есть хлеб из обычной дровяной печи. И аромат совершенно такой же, как можно сказать, бабушкин хлеб. Очень вкусный, а главное полезный хлеб. Великолепно. Приятно пахнет. Крупные поры, как принято сейчас в новомодных итальянских хлебах, аля чабата. Соответствующий вкус с легкой кислинкой. Плотная корочка. Да, кислинка проявляется в таком послевкусии. Да, это так отлично срабатывает сочетание опары на солоде с заваркой из ферментированного солода. Дальше у нас два очень необычных продукта. Это солод овсяный и солод пшеничный. Данная продукция до рынка представлена достаточно скупо. И поэтому для большинства производителей это будет открытием. Чтобы, скажем так, проиллюстрировать, что можно сделать с данной продукцией, были сделаны два рецепта. На овсяном солоде нами был сделан бейгл мультизерновой. Для чего это было сделано? Сам по себе солод овсяный имеет достаточно грубую структуру и достаточно насыщенный вкус. Особенно в заваренном виде. Который отлично сочетается с семенами из нашей смеси компании CSM под названием Грейнекс. Чем эта смесь хороша? Так как в его состав входит дробленая соевая крупка и рапсовое масло, в сочетании с овсяным солодом они дают очень приятный вкус настоящего мультизлакового продукта. То есть мы там ощущаем не просто какой-то один вкус подсолнечника или кунжута, а именно мы там можем ощутить весь спектр различных семян, что очень приятно на вкус и в то же время является очень полезным продуктом. Данные изделия вообще сейчас являются достаточно модными и в большинстве своем используются для создания различных сэндвичей, бутербродов с абсолютно разными начинками. Это могут быть и красная рыба, это может быть какое-то мясо, это может быть какой-то сливочный сыр. Так, попробуем его. Прошу. Обращаю ваше внимание, что данная продукция является по сути вариацией на тему нашего классического русского бублика. То есть он сделан по технологиям, приближенным именно к нашим. Смысл в чем? Бублик никогда не делается из одного жгутотеста, которое сворачивается. Бублик обязательно делается именно преминанием середины, то есть он бесконечный. Там нет ни швов, ни каких-то следов, что тесто слеплено. Это именно классическая технология, по которой всегда делались наши русские бублики. По вкусовым качествам я считаю, что в принципе мультизлаковый продукт является очень как полезным, так и приятным для большинства потребителей. Почему нет? Сергей, насколько я помню, в начале дегустации вы говорили, что этот бублик отпечен два дня назад. Да, ему уже 48 часов. И он по-прежнему сохраняет мягкость. И это благодаря, так понимаю, овсяному солоду, структура хлеба при таком количестве залаков сохраняется. Все правильно. Овсяный солод помогает удержать влагу внутри. То есть он у нас не высох, он не превратился в сушку, он не превратился в какой-то челночок. Он именно до сих пор оставил свою мягкость. И в принципе, если его правильно хранить, он может выдержать почти любую с собой манипуляцию. То есть можно его заморозить и использовать именно как замороженный продукт. Так, в принципе, охлажденный. То есть его можно будет охладить какое-то время, он спокойно будет держать свою мягкость. Что у нас следующее на очереди? Следующее на очереди у нас булочка на закваске. Данная булочка, в принципе, имея достаточно тривиальный внешний вид, обладает двумя очень интересными особенностями. Эта булочка сделана по ускоренной технологии для того, чтобы наш мир ускоряется. И необходимо дать людям продукт быстро и как можно более качественный, чтобы он был свежий. Именно для этого в данную продукцию внесено два ингредиента. Первое – это пшеничный солод в пропорции 1,5%. И закваска компании CSM Ingredients под названием Olmer Unfreech Sour. Два данных ингредиента придали данной продукции, во-первых, продукция до сих пор мягкая, хотя это уже 48 часов. Второе – несмотря на ускоренный тип тестоведения, у него вкус и запах настоящего созревшего хлеба. Так, пробуем. Это ароматика за счет закваски и пшеничного солода, правильно? Да, здесь именно идет сочетание двух ингредиентов. Прошу. Тоже достаточно выраженные поры в хлебе. Как раз говорит обычно, хлеб, который долго, с полным циклом выраживания, сделан по ускоренной технологии. Еще хочу обратить внимание, что здесь мы имеем продукцию, которая именно не является идеальной белой булкой. Это именно ближе к крафтовому продукту, чтобы человек ее взял, разломал и понял, что он ест натуральный продукт, а не какую-то скороспилку, которую можно любить в любом магазине. То есть, это будет продукт совершенно другого уровня и качества, чем, скажем так, булочка, сделанная без солода или какой-то натуральной закваски. Ярко выраженная ароматика пшеничного хлеба. Очень. Это обращает на себя внимание. Дальше мы переходим к продукции, сделанной на солоде ячменном жженом. Это два вида изделий. Первый из которых – это у нас хлеб под названием «Карусель». Данная продукция интересна тем, что в ней сочетается, опять же, продукт компании CSM под названием «Дженюн Старт». Это является сухой, высушенной опарой. То есть, продукт, можно сказать, почти бездрежевой. И заваренный ячменный солод. Что есть заварка в данном случае? Заварка является агентом, который, во-первых, придает мякишу цветность. То есть, мы получаем не просто белесый, белый, бесцветный продукт. Мы получаем продукт очень красивого, я бы даже сказал, такого серовато-бурого оттенка, присущего именно хлебу именно на солоде. То есть, это натуральный, полноценный солодовый хлеб. Опять же, приятный кисло-сладкий запах, который сопутствует любому солоду. Приятная, развитая структура. То есть, мы имеем хороший, развитый мякиш. Это дает нам возможность говорить о том, что данный продукт, несмотря на то, что хранился тоже больше 24 часов, способен долго оставаться свежим и, в принципе, не давать каких-то побочных эффектов от долгого хранения. Да, мягкий хлеб, ничем, как говорится, кроме хлеба действительно не пахнет в процессе хранения. И красивый цвет. Опять-таки, учитывая современный тренд на деревенский хлеб, на рустикальность. И в то же время ускоренный процесс. И ускоренный. Да, то есть, мы здесь получаем золотую середину. Опять же, хочу заметить, несмотря на то, что количество солода в данной продукции у нас не больше 4-5%, мы все равно ощущаем легкий запах и привкус именно ячменного жженого солода. То есть, хлеб все равно ощущается с легким думком. Я не знаю, кому как. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но факт остается фактом, что это необычный продукт, который, я думаю, многие оценят. Потому что этот хлеб обратит на себя внимание. Безусловно. А дальше переходим к достаточно интересным ингредиентам. А, нет, пока у нас ингредиент все тот же самый. Это ячменный жженый солод. Мы разработали рецептуру. Опять же, на нем же это маффин пряный. В чем его особенность? Здесь мы в обычную классическую сладкую выпечку добавили немного заваренного солода. С небольшим количеством корицы и небольшим количеством сушеной клюквы. Тем самым получили достаточно необычный пряный продукт, который удивит многих, кто уже устал от обычных сладких маффинов. И хочет чего-то необычного, интересного. Скажите, цвет вот такой насыщенный, это за счет солода? Безусловно, потому что основа данного маффина – это смесь компании CSM Ingredients под названием American Muffin светлый, который сам по себе именно делает мягкую белую структуру. Мы же имеем такой, опять же, желто-бурый оттенок, что целиком и полностью получается благодаря заварке нашего солода. То есть это не за счет внесения какао? Нет, 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 здесь нет никакого какао. Здесь есть чуть-чуть корицы, только для легкой отдушки и оттенка. Ароматика здесь корицы, а во вкусе присутствует небольшая горчинка, которая оттеняется со сладостью и достаточно оригинальный вкус. Опять же тоже, мы не имеем горечи, то есть этот продукт все равно остается продукцией именно десертной. То есть это не какое-то особое блюдо, которое будет тяжело понять для чего это. Это именно десерт. А теперь самое интересное. Позвольте. Когда мы первый раз получили образцы продукции, солодов, лично меня очень заинтересовал именно солод гречневый. Объясню почему. Сам по себе гречка является продуктом диетическим и в свете трендов на современное питание. То есть сбалансированность прежде всего. Гречка является продуктом номер один для многих, кто пытается соблюдать диету и вести здоровый образ жизни. Именно поэтому существует большое количество различных сортов, как хлеба с добавлением гречки, так и просто продукции, куда эта гречка добавляется. И по своему опыту могу сказать так, что большинство именно гречневых хлебов имеют одну ахилисовую пяту. Они почти не имеют вкуса гречки, запаха гречки. То есть мы получаем продукт, где по сути только название. И была большая задача сделать продукт, где мы ощутим, что это по-настоящему полноценный гречневый продукт. И хочу сразу сказать, что такие вещи удалось получить только благодаря тому, что мы сделали заварку гречневого солода вместе с тоже достаточно интересным ингредиентом. Это гречневая мука. Получается так, что два этих ингредиента, когда были заварены вместе кипятком, дали нам основной вкус и аромат, который появился именно в нашем гречневом хлебе. разрезав, прошу. Выражен аромат гречки, который не встретишь в хлебе. Очень хороший, очень хороший запах. Именно гречневый. Он не пахнет конкретно прям гречкой. Это именно такой очень приятный гречневый аромат. Именно скорее гречневого зерна, почти как каши. Вкус гречки тоже присутствует. Опять же тоже хочу обратить внимание, что данная продукция тоже уже опечена более 24 часов. из-за чего мы можем говорить о том, что вкус гречки и запах остается у нас, со временем не выветривается, и мы получаем продукт, который можно, в принципе, поставлять в магазины, четко говоря о том, что данный продукт имеет настоящий гречневый вкус. Сохранит свои свойства. Соответствующее название. Да. Да. Сергей, хочется сказать спасибо вам лично, компании CSM Ingredients, за проделанную работу. Безусловно, это интересные и вкусные хлеба. Это те новинки, о которых у нас много спрашивали наши покупатели. За рецептурами прошу всех обращайтесь и следите за обновлениями, новостями нашей компании, в наших социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, ВКонтакте. Всего доброго. До новых встреч, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова